Сегодня, друзья, 14 марта на заседании комиссии Сейма будет рассматриваться проект поправок к закону о высших учебных заведениях перед вторым чтением. Пойдет ли речь об объединении вузов и сети школ, узнаем у нашего сегодняшнего утреннего гостя. Здесь в студии уже вместе с нами Чеслов Батня, председатель под комиссией по высшему образованию, науке и человеческого капитала комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. И господин Батня, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, что говорится в этом проекте поправок? Насчет этого проекта, сегодня в нем изменения насчет нового моделя для докторантуры. И в принципе насчет Далгопылского университета там ничего нет. В принципе мы в этом году хотим ввести новую модель докторантуры. И в этом проекте в принципе все идет насчет новой модели докторантуры. А для чего нужны эти поправки? То есть какова их цель? Не, ну это цель улучшить работу докторантов. Как бы если в предыдущем у нас была стипендия для докторантов только около 130 евро, тогда когда мы являемся на эту новую модель докторантуры, тогда там будет и минимальная зарплата для докторантов 1000 евро, и еще 18 тысяч в году будет для докторантов, чтобы они работали на своих, ну насчет своих проектов. И как бы я скажу сказать, что это и финансирование, и эта новая докторантурская модель, она будет улучшить положение докторантов. И тот меркес, который мы хотим достичь, это повышать число докторантов, которое сейчас в Латвии практически самое меньшее в Европе, да, примерно 300 докторантов в году. Финансовый вопрос, по вашему мнению, являлся основополагающим, почему вот мы так... Ну, в том числе, потому что если докторант ищет какие-то проекты, чтобы делать свою работу, это, ну, ненормально. А сейчас в этом случае там очень большие механизмы для сотрудничества и с другими университетами, в том числе и в Европе. И, ну, я думаю, что и докторант, как бы, ну, если мы сравним 130 евро или 1000 евро, это точно, ну, тоже мотивация. Ну, это очень серьезное повышение. Ну, вот какова вероятность, что данный законопроект все-таки будет принят, и подобные нововведения вступят в силу? Ну, это прям вот очень существенно. Не, ну, в принципе, финансирование в этом году в бюджете, оно уже есть. Она, ну, она в бюджете состоит из фондовых средств, и самый закон, мы думаем, что в течение двух месяцев мы, как бы, все ими уже обступеносим. И когда он, получается, начнет уже работать на практике? С первого сентября. С первого сентября. С сентября. Если 1000 евро в месяц, мы говорим, это бруто или это нетто? Мы о каких деньгах сейчас с вами говорим? Ну, мне надо посмотреть, но мне как бы кажется, что это... Это? Это я еще... Это требует уточнения, да? Да, это требует уточнения. Но все равно мы говорим о серьезных цифрах, в особенности по сравнению со 130 еврами, которые были до того, и, безусловно, абсолютно не стимулирующие взрослого, уже, ну, вероятно, имеющего семью, какие-то обязательства человека вот посвятить себя науке, и если ты имеешь вот 130 евро в месяц, получается, что вот так вот целиком и полностью отдаться этому тяжело. Вот теперь суммы меняются, и это, надеется, будет способствовать все-таки увеличению количества докторантов. Насколько это конкурентоспособная зарплата вот на, может быть, уровне таких вот европейских цифр? Не, ну, если мы вообще смотрим насчет высшего образования, я скажу так, что в Латвии мы недостаточно уже с 2008 года финансируем высшее образование. И если мы смотрим на конкуренцию с Европой, то, конечно, я думаю, что эти тысячи евро, ну, она не конкурентоспособная, ну, зарплата или, как это сказать, стипендии, но, ну, я скажу так, что лучше так, чем было, как прежде. И, ну, эти докторанты тоже, они не только получают эту стипендию тысячи евро, у них тоже есть всякие проекты, где они, как бы, участвуют, и это еще дает ИСПРU получить возможность еще получить, ну, финансирование для своей работы. А если у вас данные, вот сколько на сегодняшний день у нас докторантов имеется в стране? Я насчет вообще докторантов не могу сказать, но в году примерно у нас, получается, заканчивает докторантура где-то около 130-140. И это считается мало? Это мало, потому что и в декларации, в Аль-Айвиз-декларации, там мы тоже, как бы, записали, что нам, если, чтобы все потребности, как бы, в Латвии, ну, ну, дуащина, тогда нам нужно примерно около 300 докторантов в году. А вот основываясь на что была выведена эта цифра, 300 докторантов в год? Это Министерство образования, как бы, презентировало эти даты, что, ну, такая наша потребность, потому что в сейчас у нас получается так, что довольно докторанты, ну, как сказать, довольно не старые, но они как бы... Ну, возрастные, давайте назовем их так. И у нас, и у нас, да, так есть, и у нас получается, что очень много, мало докторантов, которые, ну, как сказать, в лучших годов 30-40 лет. Вот, и, ну, это проблема, потому что старые докторы уходят, а новые не приходят, и это получается, что у нас такая дырка получается. Ну, мы говорим докторант, подразумеваем наука. То есть это те люди, которые, в свою очередь, вот, получив докторскую степень, будут заниматься наукой. А вот что все-таки ведет тех, кто вот даже в нынешних условиях, пока вот такие, можно сказать, еще мизерные стипензии 130 евро, что все-таки движет людьми идти и заниматься? Это какое-то вот веление сердца? Не, ну, это, в принципе, я думаю, два аспекта. Есть, ну, есть люди, которые интересуются наукой, и они, как бы там идет идея, им нравится, и второе, что и в высших ауксколах, в высших школах, им, чтобы реализировать программу, им нужны эти докторанты, чтобы вообще они смогли, ну, дручинаться у Дарбиева. Чтобы обеспечить свою деятельность. Вот все-таки, если мы немножко отойдем от вопроса непосредственно докторантуры, поговорим вообще в целом про вот сегодняшнюю ситуацию, в частности, ситуацию с объединением вузов Даугавпилского и Латвийского университета. Какая ситуация вот сейчас, и по вашему мнению, то есть вот вы являетесь все-таки представителем объединенного списка, я так понимаю, что ваша партия все-таки была против данного решения? Нет, ну, в 28 февраля у нас комиссия министерства презентировала, ну, свое зрение насчет высших школ. И там, ну, в принципе, все, что уже сейчас происходит, это с Лепайским университетом, с Резикненским университетом, с Спортивским университетом. Там эта консолидация или реорганизация, она уже в процессе. Насчет Даугавпилса, она как бы не была вообще как бы думана в последнее время, и это было новость для нас, но мы, в принципе, считаем, что университет Даугавпилса отвечает всем критериям, которые есть для Зенатонского университетов, научных университетов. И это, в принципе, тоже национальная дрожь, ибо... Национальная безопасность? Национальная безопасность, в том числе и Даугавпилса. Да, мы, как бы, в принципе, в коалиции тоже сказали свое мнение. Мы против объединения Даугавпилска университета. Там можно посмотреть и, в принципе, дать им стратегии, которые им нужно достичь, посмотреть с 2-3 года, если им это удалось, тогда очень хорошо, если нет, но тогда мы еще раз можем, как бы, смотреть этот вопрос. Но, в принципе, все эти, ну, как бы, объединения, которые нам нужно было достичь, мы сделали. И насчет Даугавпилса, как бы, брать этот один скандал, который был, и по памату, и делать объединения, мы считаем, что это нельзя, потому что мы тогда можем смотреть на этот вопрос тоже с латвийским университетом, там тоже были скандалы с нашим видом, там тоже очень большие скандалы, но, как бы, эти, ну, учреждения и университеты не объединяются. Ну, в принципе, это, я думаю, нужно идти одинаковый путь, и этот скандал и объединение Даугавпилского университета, это две разные, ну, ситуации. Ну, и, в принципе, мы считаем, что в регионе, в Даугавпилсе, ну, там ситуация такая, что этот университет и один из таких, как сказать, ну, латышских центров, и это, я думаю, что реорганизировать его, это будет и тот же плохой такой, как сказать, месседж для живущих в Даугавпилсе, что, ну, власть, посмотрите, она все ликвидирует, там, у нас русскоязычным, опять, там, только все усложняет, ну, в принципе, да, у нас и сегодня есть встреча нашей фракции, ну, с министерством, в котором мы еще будем говорить этот вопрос, но наша фракция приняла решение, что мы не, мы против Даугавпилского университета при соединении к Латвийскому университету. Идет также реорганизация системы школьного образования, достаточно активно она происходит в Латгале, в том же Даугавпилсе прошла оптимизация, в том числе и дошкольного образования. Вот что дальше будет происходить с этим процессом, каковы перспективы школ столицы и регионов? Нет, ну, понимаете, сейчас у нас есть министерство, и пошел и бы сам, и бы сделал Дарбо-группу, в котором они говорят о критериях и о перспективном школьном плане, какой он может выглядеть, да, как он может выглядеть. И, в принципе, нам нужно дождаться эту работу, но то, что мы, как обвинутый Саркс, говорим, что нельзя это все делать по эксцелю, но нужно все-таки говорить с самими краями, с своими городами, чтобы было ясно их региональная экономическая перспектива. Потому что, закрывая школу, ну, мы, как бы, можем сделать очень большую централизацию, ну, и мы, как обвинутый Саркс, как бы, возражаем насчет этого, что все, что происходит в Латвии, оно происходит в Риге, и в девять этих больших городах нам нужна эта оригинальная, ну, перспектива атистии, и развития, развития, и, конечно, у нас есть очень малые школы, у нас есть школы, в которых у нас есть объединенные классы, у нас есть школы, в которых есть восемнадцать учеников, но это, конечно, ну, надо смотреть на эту ситуацию и в школах, в которых есть объединенные классы. Мы, как обвинутый Саркс, тоже говорим, что это, наверное, ну, не очень квалатый качественный, качественный. И эти школы нужно реорганизировать, но я говорю, что тут надо все-таки смотреть на региональный, ну, ваят заебан, и потребностям, и говорить с этими городами, краями, какая у них есть, ну, свое зрение. Но мы не против школы, реорганизации школ, мы против того, как эти процессы происходят, и в том числе в нашей коалиции, мы против того, что наш партнер про коалиции тихо положит закон, не информируя о нас, и мы об этом узнаем только 15 минут перед Минестукабинато Сейдес. Мы, ну, мы хотим сотрудничать, но мы хотим, чтобы с нами сотрудничали искренне, чтобы мы сняли процессы. И это было, ну, довольно не очень хорошо, и потому мы этот закон как бы блокировали и не, ну, на версии Амтаала. Да, не стали его продвигать дальше. Вот мы поговорили уже о высшем образовании, о школах. Вот еще один такой сегмент нашего образования, это гимназии, которые, наверное, тоже стоят особняком, и о них тоже идет речь, что хотят в самоуправлениях уменьшить их количество. Ну, в этой встрече, когда самоуправление встречалось, Латвия с Пашвадой Бусавиной встречалась с ИЗМ, там был такой нюанс, что насчет гимназии тоже надо смотреть по-другому. Ну, насколько я понимаю, там еще под вопросом и насчет гимназии там министерство еще, как сказать, на, ну, поставило паузу. Немножко надо подождать, какой результат будет у Дарбо-группы, но я, насколько я понимаю, и сами самоуправления тоже как бы немножко протестирует насчет этого гимназийского ну, тыкла. Да, насчет сети гимназий. Ну что ж, господин Батня, большое вам спасибо. Председатель подкомиссии по высшему образованию науки и человеческого капитала комиссии Сейма по образованию, культуре и науке. Чеслов Батня сегодня был у нас в гостях буквально перед заседанием, на которое он сейчас отправляется, заседание комиссии Сейма, которое будет рассматривать проект по праву к закону о высших учебных заведениях. Хорошей новостью пришел к нам господин Батня. Докторантам планируют уже с 1 сентября, ну, дай бог, чтобы закон был принят, да, платить ежемесячно стипендию 1000 евро. Ну что ж, господин Батня, большое вам спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Всего доброго.